Привет! Я Даша, я решила снять видео о книгах, которые меня вдохновляют. Ну, начнем немного думая, без предисловия. Первой книгой будет «Эти поразительные японцы». Написал Мартин Лютер Йоган. Это у меня издание издательства АС 2005 год. Здесь есть совершенно все, начиная от того, как они принимают душ и заканчивая тем, как они, по какому принципу они располагают свои сады, почему это для них так важно. Очень занимательная вещичка. Рекомендую для чтения. Это очень интересное чтиво. Здесь очень интересные факты. И я настоятельно рекомендую. Вот. И она меня мотивирует на то, чтобы изучать Восток, хотя на это меня мотивировать особо и не надо. Следующая книга, я ее как-то заказывала вместе с диском для самообучения. Но в результате диск оказался отвратительным. За ту книгу, которая к нему прилагалась, вот такая. Это «Тайные живота». Так. Ленинградское издательство, так и называется. 2008 года. То есть поискование здесь ведется от собственного лица писательницы. Она писала ее, она писала ее, несколько людей, Елена Смоленская и Екатерина Гонтаренко в скобочках «Кассия» или «Кассия», видимо, как псевдоним сцемический. То есть эти две девушки как-то увидели танцовщиц в «Танце живота» и решили тоже заняться. Книга написана таким образом. Она документальная. Здесь есть даже картинки вроде таких. и вот таких, где описываются жесты, что для меня очень, например, важно. Я очень долго искала такую литературу, где жесты описываются, какой жест, что значит. Ну и о технике рассказывается. Но при этом рассказывается таким образом, что невозможно не захотеть пойти включить какой-нибудь CD с уроком и не начать танцевать. Вот. Очень-очень-очень сильно мотивирует эта книга на танце живота. Далее я хочу показать своего, одного из любимых авторов. Это Владислав Карпивин. Мне попалась книжка «Синегородно-садовый», но в принципе в любом произведении автор меня мотивирует на то, чтобы жить честно, достойно, не предавая друзей. То есть учит каким-то моральным принципам, которые в принципе не очевидны. Но эта очевидность, ее недостаточно для того, чтобы всем быть порядочными людьми. И я того мнения, что если маленькие люди, дети будут читать Владислава Карпивина с детства, именно читать потому, что они его любят, а не потому, что родители из-под палки составляют. Вот просто весь мир будет идеальным, потому что он молодец. Далее. Сисилия Ахерн. «Не верю, не надеюсь, люблю». Так, у меня это издательство «Астрельгород, Санкт-Петербург», 2010 год. Эта книга меня мотивирует на написание писем. Я ее сейчас пытаюсь вести в моду в кругу своих родственников. Мы живем далеко друг от друга. Вести моду именно на живые письма, написанные от руки. То есть не электронная почта, отосланная. И если тебе интересны причины, спроси меня, я тебе отвечу. И вот эта книга, она просто потрясающе мотивирует. И как это... Что муза у нас делают? Дает тебе вдохновение именно писать письма. Вот под влиянием этой книги пишут такие шикарные письма, ты просто не представляешь. Далее. Моя любимая из исторических книг. Эдвард Родзинский, Николай II. У меня это издательство «Вагриус», 2004 год. Эта книга, как ни странно, меня мотивирует не изучать историю, а именно писать в своем личном дневнике. Я веду личный дневник уже почти 20 лет. И он меня очень мотивирует на то, чтобы я там писала побольше, а то я периодически... Семенова, Валкодав. Я навязываю эту книгу вообще, кстати, всем, кому только могу. Потому что я считаю, что пятикнижие Валкодава, то есть сюда уходят... Это пятикнижие. Пятикнижие Валкодава — это лучшее, что может прочесть Соловянин. Это... ладно. Эта книга меня стимулирует на то, чтобы я продолжала изучать свое родослово, но не бросала это дело и брала за него все с большим-большим ажиотажем и вдохновением. Танцова. Записки безумной оптимистки. Это автобиография. У меня это издание «Эксмо» 2003 года. Эта книга, она не то чтобы оптимирована, она тебе дарит оптимизм. И она тебе говорит, живи, у тебя не все так плохо, как ты думаешь. Вот. Так что даже ненавистникам танцовой я очень рекомендую попробовать почитать эту замечательную, отличную книгу, потому что это... Она написана не в том формате, в котором она напишет свои иронические детективы. Алексеев. «Сокровище Валькирии». Именно первый том... Так, у меня это издательство «Олма» 2000 года. Именно первый том мотивирует меня на то, чтобы... пробуждает мне, скажем так, интерес к славянскому сансплету. Ну, знаешь, вот эта теория, что «Ра» — солнце, «Га» — движение, «Теле» — «Га». Там что? «Радуга». Движение, солнце, «Радуга». Вот. То есть, хотя мне говорила... Говорила одна девушка, она учится на филолога, она говорила, что все это неправда, но почему-то мне не верится, что это неправда. Алексеев — умный мужик, и Задонов тоже, он тоже сторонник вот этой вот... И еще пера Семеновой, Марии, мне хочется показать сборник стихов. Он называется «Кубик из красной пластмассы». У меня это издательство «Азбука» 2008 года. Многие из этого сборника я знаю наизусть уже. Я ненавижу стихи. У меня сейчас полетят камни, гнилые помидоры, там меня забросают сейчас просто тапками. Я не понимаю, почему себя так посвящается Пушкиным. Ну да, у человека, да, рифмовать все подряд. Помнишь эту ситуацию, когда он сидел в таверне? Он уже был достаточно известным. Так получилось, что он сел, и напротив него место было... Напротив него на стенке висел портрет Крылова. И он ел ливер или что-то такое, колбасное зелье какое-то. Забегает женщина, видит Пушкина, бросается к нему, без пардона садится, без созволения, что можно я к вам присоединюсь. Хватая с его тарелки, его иду, начиная без пардона жевать, и сквозь вот эту плеч мокину. Говорит, сочни про меня стих. Тот и выпалил. Под портретом Крылова сидит рыжая корова с бородавкой на носу, ест чужую колбасу. То есть у человека просто дар, талант. Рифмовать что угодно. Как бы то ни было, Пушкин для меня это не... Я вообще стихи не люблю. Но эти... Они призывают к тому, чему призывают книги Грапивина. Вот, к чести, к достоинству. Стихи просто... Слезы на глаза наворачиваются. Честно, из-за меня плохой чест. Значит, я сейчас попробую что-либо прочесть, например. Порой люди, не желая зла, вершат настолько темное дело, что до таких блистательных идей вдруг дойдет и записывает мной злодей. Один решил раскрыть тебе глаза. И любимый параду рассказал. Другой тебе приятельский поддел, и ты от твоей подначки посидел. Подумал третий, что держава, друг, обязан доносить тебя всех вокруг. И он донес. За безобидный вздор тебе причетан смертный приговор, и жизнь твоя приблизила черте. А ведь никто другого не хотел. Порой люди, не желая зла, вершат настолько темные дела. То есть это просто потрясающе. Я очень рекомендую этот домик стихов почитать. Тем более он совсем маленький. Последняя книга, которую на сегодня покажу, это «Задурновы. История рода». Ее написала Людмила Задурнова, родная сестра того самого Задурнова и дочь другого того самого Задурнова, который писатель. Собственно, «Задурновы. История рода» это название отображает полностью суть книги. Я даже не буду тебе ее объяснять. Но книга потрясающая. Если ты интересуешься такими вещами, то я, вне сомнений, рекомендую тебе, Билли. У меня это издательство «Амрита Русь» издание 2009 года. Можно сказать, эту книгу я давила маме, даже остальная надпись есть. Ну, покупала я ее для себя. Скажем честно. Вот, собственно, это все мои книжки, которые меня на что-то вдохновляют. Если у тебя тоже есть таковые, пожалуйста, напиши мне, какие книги тебя вдохновляют и на что именно они тебя мотивируют. Надеюсь, тебе было интересно. Пока!